Мы с вами сегодня находимся в замечательном месте. В общем, это бот-стейшн, а бот-стейшн 0, с которого надо было начинать. Здесь никто не покоронен, но с этого все началось. Это колодец Авраама. Нам кажется, что в Туре много-много лет мы читаем, что Авраам сам пришел, продал, купил колодец. Вот он. Ничего это так давно не было. Это колодец записан 3,5 метра в диаметре 12,5 глубиной. Вот Тамарис, который посадил Авраам. Вот еще один колодец. Там сзади у нас Рахиль. Ну, неважно. У нас вот этот колодец, здесь была заключена крятва между Авраамом и царем Приштим. И с этого места началось владение землей Израиля, потому что именно здесь, с этого места, после подписания договора, здесь были зарезаны 7 жертв. И вот после этого все началось. И это место очень уникальное. Кто здесь был, это возле Бершевы. Кто здесь был, кто видел, это очень интересно. Но я хочу вам сказать, что это место как бы восстановления. Это время, место, когда все переворачивается. И вот сейчас мы попытаемся это доказать. Знаете, каким образом? Был солдат, он в Газе сейчас. Он получил, к сожалению, очень тяжелое родение. И, в общем-то, все считали, что дело плохо. И вот он никогда в жизни не вызывался к Туре. В такой семье вырос, так произошло. И вот сегодня он стоит на ногах. Мы приехали сюда. Он сейчас через 2 минуты, с Божьей помощи, выйдет в первый раз в жизни к Туре. В месте, где Авраам заключил союз, и где мы его продолжаем. Вот такое замечательное место. Пойдем посмотрим, как оденут фильм к солдату. Вот это солдат, который из Газе. Вот это ребята, батальон его приехал. Здесь сейчас он впервые в жизни. Вышел в Туре. Человек, которого, казалось бы, уже жизнь закончилась. Вот здесь справа, вот он, здесь, колодец Абрама, колодец обновления. И вот сейчас мы видим чудеса. Вот перед нами сейчас будет чудо. Продолжение следует... Продолжение следует...